Всем привет, с вами Влад Ядров и в сегодняшнем выпуске я вам расскажу, как за три простых шага можно увеличить активность в вашем инстаграм. Поехали! Я думаю, что ни для кого не секрет, как работают алгоритмы инстаграма в выдаче вам контента в ленте. Если вы не в курсе и не понимаете, о чем я говорю, то посмотрите мой предыдущий ролик и там я подробно рассказал, как это все работает и почему Facebook делает именно так. Для того, чтобы вам увеличить активность в вашем аккаунте, то есть больше получать лайков, сохранений, комментариев, а также просмотров вашего профиля и ваших сторисов, вам необходимо расшевелить вашу аудиторию, как бы это ни банально звучало. Вам нужно проводить конкурсы, розыгрыши. Аудитория в инстаграме стала слишком избалованная. Каждый блогер уже делает гивы свои, что-то разыгрывает бесплатное. И такое, знаете, ощущение, что в инстаграме собрались все халявщики. Все хотят выиграть айфон, гелендваген и только для этого они и пришли в инстаграм. Поэтому их нужно как-то подзадорить и работать немножко по их правилам. Я предлагаю вам расшевелить вашу аудиторию. Первое, это можно провести лайк тайм, он увеличит число лайков в вашем аккаунте. Второе, это вы можете задавать в своих постах открытые вопросы, где люди могут высказать свое мнение. Либо задавайте своим читателям вопросы, они будут на них отвечать, вы будете набирать больше комментариев. Чтобы сохранение увеличить, всем рекомендую, что блогерам, что инстаграм-магазинам, пишите топ-5, топ-10 каких-то вещей, лайфхаков, трендов. Это всегда люди сохраняют, чтобы потом не забыть и вернуться к вашему посту. Также предлагаю проводить розыгрыши и конкурсы. Если у вас инстаграм-магазин, то разыграйте свой какой-то продукт среди всех своих читателей или новых читателей. Запустите на этот конкурс рекламу и увеличьте охваты на ваши промо-акции. Если вы чувствуете то, что ваш аккаунт идет по наклонной вниз и уменьшается количество лайков, комментариев, то, возможно, вам стоит поменять свой контент. Может быть, он уже приелся всем вашим читателям и немножко от вас они устали. Поэтому смена нового контента, смена имиджа даже. Многие вам блогеры перекрашиваются в блондины и хе-хе, весело им. Я пчела, ты пчеловод. В общем, поработайте над контентом, и это тоже спасет вашу активность. Следующий способ это вливание в ваш аккаунт новой аудитории. Старая, может быть, уже действительно устала, вам пора обновиться. И я не говорю сейчас поучаствовать в Гиви у Тимати. Еще раз повторюсь, если есть желание, то набери мне, я на связи, обсудим это. И получить 300 тысяч подписчиков за раз? Нет, ребят. Все очень просто. Вы можете делать в коллаборации, взаимопиары с другими микроблогерами и делиться своей аудиторией с друг другом. Я, кстати, уже в предыдущем ролике описывал все эти методы. Поэтому посмотрите еще раз и начните применять. Это очень сильно увеличит вашу активность. Ну и завершающие способы, как увеличить активность, это проводить лайв-трансляции, что я начал делать недавно. И для моего удивления, для моего, прикиньте, удивления, у меня реально начали расти охваты и показы. Поэтому этот метод тоже работает. Я про него неоднократно сам говорил, но так или иначе, как бывает сапожник без сапог, начал применять, все начало идти в гору. Поэтому и вам настоятельно рекомендую. А, да, и постоянно снимайте сторисы. Сейчас вовлеченность намного больше идет в сторисы, нежели в посты. Я вот делаю пост, и он набирает намного меньше лайков и комментариев вовлеченности, чем просмотр сторисы, где я задаю какой-нибудь открытый вопрос, и люди отвечают на него. Поэтому используйте данные методы, лайв-трансляции, взаимопиары, сторисы. И, конечно же, поменяйте контент, можете сделать конкурс, либо розыгрыш. И напишите мне в комментариях, увеличилась ли у вас активность, больше ли стало лайков, сохранений и комментариев. Мне будет интересно почитать. Ну, а на этом все. С вами был Влад Ядров. Подписывайтесь на данный канал. Внизу, кстати, в описании под видео есть огромное количество ссылок на мои курсы, вебинары, которые вы можете посмотреть. И лишним вам точно это не будет. Ну, на этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok